Это информационный тележурнал «День за днём» о самых заметных событиях жизни города и региона. Вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» и я, Рената Булхаиров. Здравствуйте! В Тобольской школе номер 5 открыли первый в городе планетарий. Здесь будут проводить виртуальные интерактивные экскурсии для учащихся городских школ и гостей Тобольска, а также уроки астрономии и физики. Посетители разберутся в понятиях «чёрная дыра», «затмение», «орбита», «млечный путь» и «кольца планет». Перспективы на этот момент у нас очень хорошие. Программное обеспечение всегда обновляется. То есть вот в этом году его будет только 4 направления. То есть в 4 направлениях планетарий будет работать. Всё, что будет осуществляться в планетарии, это всё делается на безвозмездной основе, потому что у этого проекта есть спонсоры. Это компания «Сибур». Проект реализован в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». Всего в 2019 году компания «Сибур» поддержала 25 социально значимых проектов, заявленных организациями Тобольска, Тюмени и Тобольского района. Под Новый год завершилась почти детективная история о боевом ордене времён Великой Отечественной. Напомню, его случайно нашёл табаляк Александр Анкушев. О нашей редакции удалось разыскать родственников человека, который был награждён этой высокой наградой. И вот внучка приехала в Тобольск за, казалось бы, давно потерянной семейной реликвией. Но оказалось, что не единственной. Наш поисковик Шамиль Гулиев всё расскажет. Ради памяти своего дедушки Ольга Баглаева готова идти хоть на край света. Узнав о найденном ордене, внучка героя Великой Отечественной войны Алексея Логиновича Баглаева приехала в Тобольск, чтобы вернуть награду в семью. Говорит, с волнением и почти со слезами ждала этого дня. И, наконец, встретилась с тем, кто нашёл боевой орден её деда. Я хочу сказать, что очень много людей было задействовано. И военкомат, и ребята-журналисты, и музейные работники, и архивные. Гордитесь, берегите. Ну да, на картинках она так и выглядит, только ещё в середине серп и молот. Оказывается, её отец и дядя в детстве, играя с наградами отца, случайно отломили серп и молот, а восстановить не смогли. Эта приметная деталь тоже помогла её папе понять, что награда из их семьи. Я думаю, интересная реакция будет у папы вашего, как он вспомнит, вот то время, когда они баловались вот такими. У папы уже реакция. Папа в больничке лежал. Только вот вчера выпустили инфаркт. Он так слишком сильно воспринял, что загремел у нас. Но несмотря на это, папа Ольги, Александр Баглаев, с трепетом ждёт возвращения награды. После того, как нашёлся орден, он несколько раз спрашивал у дочери, смогла ли она его забрать. Хранить её теперь будет, как зеницу ока. Дома у родителей, так скажем, под замком, и не никому-то. Александру Анкушеву, неравнодушному табаляку, который и нашёл боевой орден, Ольга рассказала про другие награды деда. Среди них была медаль за победу над Германией, которую в семье считали тоже потерянной. Выяснилось, что Александр Анкушев на том же заброшенном пустыре нашёл и её в нескольких метрах от ордена. Табаляк тут же решил вернуть и вторую награду. До этой истории Ольга в Тобольске никогда не была, поэтому она решила пройтись по мемориалу памяти и славы героев тех времён. Здесь, у Вечного Огня, она увидела знакомое для неё орудие Великой Отечественной войны. Вот из такого же или подобного орудия, под названием самоходное, дальнобойное, либо гаубица, дедушка-то как раз и заслужил свою боевую награду. Александр Анкушев передавать вторую награду Алексея Баглаева пришёл со своей собакой. Она тоже участник этой истории. Именно собака и нашла медаль на пустыре. Спасибо. Будем беречь, будем гордиться. Спасибо вашим девочкам. Хорошее дело сделала. Ольга Баглаева прощается с Тобольском и обещает бережно и верно хранить все награды деда и рассказывать о них потомкам в Тюмени, где живёт сама, в Большом Сорокино, где находится её отец, и в селе Чусовое Свердловской области, откуда и пошёл род героя Великой Отечественной войны Алексея Логиновича Баглаева. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Налоговая служба проводит акцию «В Новый год без долгов». В декабре истёк срок оплаты налога на имущество, и теперь начисленные, но неуплаченные суммы налогов стали задолженностью. На них начисляются пении. В отношении должника могут быть введены ограничительные меры в виде запрета на регистрацию автомобиля, объектов недвижимости или земельного участка. В этом году имущественных налогов у нас исчислено 204 миллиона 636 тысяч. По Тобольску оплачено всего 79 миллионов, поэтому мы просим налогоплательщиков активизироваться. Если налогоплательщик всё-таки по направленному требованию не оплатит налог, то налоговый орган будет вынужден обратиться в суд. После суда это уже служба судебных приставов, которая может наложить арест на имущество и ограничить выезд за границу, и также арестовать счета. Все индивидуальные предприниматели, независимо от того, получали ли они доход в 2019-м, должны оплатить взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации. Налоговая служба рекомендует налогоплательщикам проверить информацию о наличии задолженности в налоговой инспекции, а также на сайте ФНС России личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Напоминаем, что налоги являются одним из основных источников формирования бюджетов региона, города и сельских поселений. Деловой партнер программы «Сеть семейных центров Страна Чудес» поможет организовать любой детский праздник. День рождения, утренник, Новый год, выпускной для детского сада или начальной школы. Для малышей игровые программы, клоуны и сказочные герои. «Страна Чудес» – это чудесный отдых и яркие впечатления. Незабываемые выходные в стране чудес. Лабиринты, батуты, бассейны с шариками, море игрушек и ярких впечатлений. Организация дней рождения и детских праздников. Мы находимся в ЦРЦ «Жемчужина Сибири» и ТРК «Рио» второй этаж. Мобильные пункты обогрева в боевой готовности с приходом морозов спасатели будут оказывать помощь водителям и пассажирам на трассе, попавшим в трудную ситуацию. Елена Макова напомнит алгоритм действий в чрезвычайной ситуации. «Также есть у нас одеяло, теплое одеяло. Если много людей, когда тулупов у нас, ну и очень много, что мы еще и одеялами укутываем. Валенки имеются». Эти, на первый взгляд, простые вещи становятся самыми нужными, когда человеку надо согреться. Передвижной пункт оснащен всем необходимым, чтобы помочь тем, чей автомобиль встал на трассе. «Поступает сообщение нам на пульте ППС. Автомобиль данный у нас от пункта обогрева выезжает на обогрев пострадавших. Дальнейшие действия личного состава, подразделения – это обогрев, самое главное, людей, потому что они уже стояли на трассе и замерзали». Тобольский пункт обогрева обслуживает участок от 151 до 310 километра федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Зимой прийти на помощь спасатели готовы в любое время суток и независимо от температуры. Но в холода потребность в них вырастает в разы. В ноябре с приходом первых морозов выезжали три раза. Причины происшествий самые разные. «Первое сообщение – тоже двигались люди с севера на Казахстан, у них замерзло. Залили также на левой автозаправочной станции дистопливо летнее, оно замерзло, топливная система, и они нас вызывали. То есть им оказывалась помощь, в чем их там большая семья, было очень много детей, садили детей, отогревали». Также водителям подскажут номера ближайших СТО или эвакуатора. Сейчас, когда наступает время новогодних каникул, многие едут в гости на дальние расстояния. К таким поездкам нужно готовиться тщательно и не искушать судьбу. Проверить исправность автомобиля, запастись теплыми вещами, узнать прогноз погоды. И если что-то не так, лучше отменить поездку. В случае ЧП звонить на номер 112. Мария Гребенюк, Елена Макова, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Садоводы озадачены вопросом, нужно ли оплачивать вывоз мусора с января, если договор заключается в декабре. У регионального оператора по обращению с ТКО есть требование, что оплатить услуги необходимо с начала года. И оно законно. Новая система обращения с отходами действует с 1 января 2019. Членам товарищества нужно будет внести оплату за фактически оказанную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов за весь год, а не только с даты заключения договора, так как для садоводов был отдельно рассчитан годовой норматив. Годовой норматив садовых товариществ рассчитан с учетом того, что люди находятся там не круглый год, а сезонно. Поэтому норматив небольшой. Около 160 килограммов в год с одного участника товарищества или чуть больше 13 килограмм в месяц. Кроме того, садоводы могут решить, как оплачивать услугу по нормативу или количеству и объему установленных на площадке контейнеров с учетом графика вывоза. Договор на вывоз мусора от имени товарищества должен заключать председатель. В Тобольске появилась школа каратэ. Она открывает возможности развития боевого искусства в городе. Инициативу областной федерации каратэ по созданию нового спортцентра поддержала администрация города, а также компания Сибур в рамках программы «Формула хороших дел». Оценила татами Анастасия Плюснина. Мечта стала реальностью. Японское боевое искусство с 2020 года – официальный олимпийский вид спорта. В Тобольске сегодня порядка 120 детей занимаются каратэ. Тренироваться им приходилось в разных условиях, иногда без профессионального татами. Ограничения во времени и недостаток пространства, конечно, сказывались и на результатах, и на количестве спортсменов. А теперь, наконец, есть свой спортцентр. Каратисты заняли здание бывшей бани в 4-м микрорайоне. Раздевалки и тренировочная площадка оформлены современно и со вкусом. Есть пространство для расширения проекта. «А второе помещение, где как раз была помывочная, она у нас осталась сейчас без ремонта и законсервирована, для того, чтобы мы в будущем, может быть, в следующем году, может быть, через год, смогли, в зависимости от запросов населения, этот зал как-то реновировать. Также здесь будет до оснащения, потом какими-то дополнительными ведами материальных запасов в виде макивар, лап, ну, все, что нужно для того, чтобы ребята могли тренироваться». Школа каратэ – проект, который подарит борцам возможность достигать новых высот. «Наши каратисты, которые уже сегодня не только выступают на уровне областных соревнований, но и имеют призовые места на УРФО, позволят нашим ребятам получить еще один такой шанс. Тем более, сейчас наш спортивный комплекс «Молодость» находится на реконструкции, и как раз там основная группа ребят занималась». Новый зал для тренировок площадью 120 квадратных метров рассчитан на группы по 15-20 человек. В общем, посещать этот атамис сможет порядка 200 каратистов. «Старые, советские, к сожалению, то, что осталось нам в наследство, здания, помещения, они получают новую жизнь. Все мы здесь знали, что здесь когда-то существовал какой-то старый, уже заброшенный комплекс, манный комплекс, и сейчас здесь после незначительных вложений и ремонта новая жизнь, новое дыхание. Здесь школа каратэ, которая будет явно востребована у детей и подростков». Так что школа каратэ приглашает табаляков в свои ряды. Ну а тем, кто уже не первый год занимается боевым искусством, можно смело пожелать прямой дороги на Олимпийскую арену. Анастасия Плюснина, Михаил Куричко. Тобольское время. Спонсор прогноза погоды – выставка «Реальные динозавры». Впервые в Тобольске только с 16 декабря по 12 января. Выставка для детей и взрослых «Реальные динозавры». Ждем вас ежедневно в ТРЦ Рио на втором этаже с 10 до 22 часов. Далее сам прогноз. У меня же на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на Т-Плюс-В. 27 декабря с утра в Тобольске еще около 20 мороза. Днем 15 ниже нуля. Переменная облачность. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин